Приветствую вас, и конкретно касаемо вашего вопроса, я скажу так, что влюбленность не поддается программированию, то есть нельзя сказать «я хочу влюбиться». Так вы уже тратите энергию, которую вы могли бы потратить на взаимодействие с объектом любви, на это желание, и само желание уже не осуществится. Кроме того, нельзя хотеть того, что вам никто не гарантировал, потому что желание означает набор конкретных действий для того, чтобы это получить. Когда речь идет о любви, никто не ведет разговор о каких-то конкретных действиях для того, чтобы любовь получить, потому что любовь – это не гарантированная ценность. Соответственно, вам не нужно тратить свою энергию на то, чтобы хотеть любить, а лучше активно взаимодействовать с людьми, чувствовать их и доверять своим чувствам. А вот чтобы это происходило, нужно соприкасаться с людьми в таких аспектах, в таких обстоятельствах, в таких моментах, которые бы вам были интересны, которые бы позволяли бы вам максимально раскрыться рядом с ними и позволяли бы раскрыться им. И тогда, со временем, вы обязательно встретите человека, в котором у вас все получится. Что касается вашего второго вопроса, я видел по поводу коммуникабельности, то коммуникабельность всегда отсутствует. Коммуникабельность – это всегда неуверенность в себе. И вот причины неуверенности в себе и нужно прорабатывать. Нужно прорабатывать то, почему вы не уверен в себе, в чем конкретно вы занимаетесь, чего вы боитесь, и это убирать. В частности, неуверенность в себе оккупируется постановкой целей определенных и достижением результатов. В результате выполнения задач, на которой развивается изначальная цель. Когда вы выполняете задачу, вы увидите успех, вы увидите результат от своих действий, и этот результат позволяет вам считать себя успешной, достойной и так далее. Особенно ценный и важный, если этот результат касается того, что вам интересно. Значит, сперва прорабатываем ваши интересы. Исходя из интересов, ставим цели. Цели разбиваем на задачи и организовываем деятельность по выполнению этих задач. Если на пути к этой деятельности будут какие-то препятствия, эти препятствия можно и нужно убирать. Неуверенность в себе, отсутствие коммуникабельности, это еще и, как бы, ну понятно, надеюсь, страх общения с людьми. То есть вы боитесь общаться с людьми. Почему? Потому что через людей вы, ну вообще любой человек через общение с другими людьми познает себя. Вы боитесь познавать себя, потому что это, возможно, приведет к тому, что вам придется менять свою точку зрения, менять свое поведение. А изменение поведение – это стресс. И вам этого не хочется. Почему не хочется? Ну, только лишь, наверное, потому, что с детства вас слишком сильно опекали или подавляли. И вы не привыкли импровизировать, когда дело касается поведенческих моделей. Считая, что в одной точке зрения, в одном увеждении, в одной стратегии поведения, ну, кроется, собственно говоря, истина. И необходимо тогда уже прорабатывать ваше взаимодействие с теми, кто вам это приявил. В частности, родители. Чтобы лучше понимать родителей. Чтобы лучше понимать, почему они и так себя вели. И, соответственно, осознавая причины их поведения, лучше понимать причины поведения своего. И понимая причины поведения своего, более четче представлять себе мотивы того, что вы хотите сделать, и смысла. Из чего логично вытекают ваши возможности. Возможности для определенных достижений в жизни. То, что вы делаете сейчас, вы тратите свое время. Вы не реализуетесь. Вы не используете свои ресурсы, потому что засчеты в определенные рамки. У этих рамок есть причина. Причину нужно установить и устранить. Рамки разрушить, а вам выйти в сферу своих интересов и активно эти интересы защищать. Никто не говорит о том, чтобы вы общались вообще-то говоря со всеми людьми. Но общаться с теми, кто вам интересен, общаться с людьми по работе, очень должно быть. И для этого необходимо в первую очередь быть твердо уверенным в себе. В своих ценностях, в своих интересах, взглядах, идеалах, стремлениях и так далее. А в этом уверенности у вас, судя по всему, нет. В противном случае, вы бы не боялись общаться с людьми. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok